Дилар Гундру комментирует нас здесь в эфире на прошлой неделе, когда она здесь была с Расифом Дулиным. Смену руководства регионального ФСБ заметила, что у нее есть материалы на высокопоставленных чиновнику, которые она уже передала силовикам и анонсировала громкие отставки. Да, сказала, думаю, в течение месяца мы увидим громкие отставки, правда, она не сказала, где и кого именно, но так или иначе она такую затравку дала. Вы верите, что у нее на руках действительно есть какой-то сильный компромат, который прям напрямую ушел туда, на Крупску? Знаете, такая ситуация, что, в принципе, если чиновник занимает хоть сколько-нибудь значимую позицию в иерархии власти, у него всегда есть информация, которая компроментирует кого-то. Потому что процессы достаточно сложные, и, например, какие-то сделки и события, они не могут быть замкнуты в круге людей, исчисляемых единицами. Соответственно, я вполне допускаю, что мадам Гундорова обладает информацией, которая способна нанести вред и ущерб или вывести на чистую воду каких-то чиновников, вполне допускаю. Но у меня большие сомнения по поводу чистоты ее помыслов в этом смысле. То есть вот ее бесконечное заявление, что она очень много чего знает и может кому-то там рассказать, очень уж похоже на как бы некий торг. Приглашение к торгу. Ну или приглашение к торгу, да. То есть когда, ну, вроде вот он пистолет, но я ее все еще не стреляю. Когда она перейдет ту грань, когда она начнет называть фамилии? Ну, понятия не имею. Я думаю, я вполне допускаю, что никогда. Ну, как бы год-то кончается до конца, год-два месяца. У нее два дня до формирования правительства. Она же 7 ноября должна альтернативное правительство сформировать. А вы бы вошли в него? Ни за что. Нет, ну это... Ну, я не участвую в этих вот социальных экспериментах, да, которые уже... Ну, я уже в них поучаствовал. Мне и так хорошо. Это интересно, на какой стадии? Нет, я работал, например, в открытом правительстве федеральном в Москве. Там как бы вот было такое открытое правительство. Это которое сейчас в СИЗО? Ну да, руководитель там сидит в СИЗО. Значит, тоже был некий такой симулякор, то есть некая такая концепция, причем на федеральном уровне. Мы будем все контролировать, мы будем везде вмешиваться, мы будем, значит, везде наводить порядок и так далее. Ну, это один из примеров моего участия в подобных вещах. Так что нет, уже нет, я же наигрался в это все. Фамилия Гундерова может лечь вот в те папочки, вот мы о том, о чем мы с вами говорили, когда кадровое управление администрации президента готовят, допустим, для выбора Владимира Путина? Я думаю, что это исключено. Ну, то есть вот по ряду причин, конечно же... Ну, хотя бы просто в качестве альтернативы. Я думаю, что нет. Ну, то есть вряд ли ее настолько серьезно будут воспринимать вот в этих структурах, чтобы, ну, вот ее включить в этот довольно короткий список. Я думаю, нет. Потому что для этого нет никаких причин. Какие инициативы Гундерова вам понравились, какие тезисы, которые она подумала, вас зацепили? Мне бесконечно нравятся ее способности к анализу НДФЛ. Так, интересно. Это колоссально интересная вещь. Это, конечно, лежит на поверхности, и вообще-то не она это придумала, но у нее очень здорово получается. То есть вот те выводы и выкладки, которые она делала во время своей вот этой вот, я не знаю, как это назвать, то ли пресс-конференции... Где вы были, да. Да, собрание вот в отеле Хилтон. Нет, это прекрасно. Вот тут я вижу ее профессионализм, я вижу ее компетенции. Она действительно разбирается в анализе экономической обстановки ситуации вот по отраслям. То есть, как говорит мой сын, шарит. Шарит вообще, да. То есть у нее действительно была вот эта неожиданная идея насчет, ну, вот, постановки на кадастровый учет, налоговый учет вот этих вот объектов энергоинфраструктуры, где она выявила там десятки тысяч неучтенных каких-то объектов имущества и земель и так далее, и так далее, что может повысить налоговую базу. Но я достаточно с иронией отношусь к ее, например, тезису. Я ей задала единственный вопрос лично и получил на него ответ, правда, с трудом она долго там уходила от него, она, правда, верит в то, что можно изменить что-то кардинально и в лучшую сторону в отдельно взятом субъекте Российской Федерации. Когда она здесь у нас была в гостях и у Радзива Абдулина, был интересный тезис, что все должны жить по закону, все должны платить налоги, все должны там, да, действительно, жить по закону платить налоги. На что, извините, всплыл даже комментарий от нашего пользователя по фамилии Виктора Рыскалина, который сказал, что я-то жил по закону, я платил все, и что в итоге? Простите, это достаточно, это пустая болтовня. То есть, конечно же, нужно жить по закону, конечно же, нужно платить налоги. То есть, это понятно. Вопрос только, насколько это реализуется, и второй вопрос, насколько это реализуемо. Потому что существуют некие налоговые правила, некие законодательные аспекты, которые, ну, вот, собственно, для чего и нужны законодатели, которые, например, на данный момент, либо неактуальны, либо уже тормозят, например, экономику. То есть, вот, мы то повышаем, то понижаем ставки по некоторым налогам. А кому-то вообще все прощаем. Мы, да, кому-то что-то прощаем, мы, то есть, и прочее. То есть, это то самое администрирование финансовой системы страны и частных лиц. То есть, ну, простите, кто бы спорил с тезисом о том, что нужно жить по закону и платить налоги? Вопрос только в том, что иногда возникает вопрос, а зачем мы платим налоги? А куда они идут? То есть, этот вопрос, на мой взгляд, должен возникать все чаще и чаще. То есть, граждане добросовестно платящие налоги вправе интересоваться судьбой этих денежных средств, потому что эти деньги – это эквивалент их труда, эквивалент их жизни. Они потратили часть своей жизни и вложили свой труд в деньги, которые передали в управление, например, какому-нибудь Хамитову или Хабирову. И потом Хабиров на их деньги устраивает банкет, летает на частных джетах и встречает дорогих гостей. Как должны относиться к этому люди, которые добросовестно уплатили налоги? Нет, просто у нас есть конкретные кейсы, даже здесь, в городе, и тоже Виктор Аскалин, и снесенная гостиница в Олимпийг парке люди тоже были… Нет, это да. Ведь когда закон используется как жупел, когда закон используется для достижения конкретной цели вот этой в интересах какой-то группы граждан и вообще в чьих-то интересах, это неправильно. Когда закон используется тотальный для всех, это правильно. Потому что еще очень важно не только наличие законов и их исполнения, а еще очень важно быть равенство перед законами, понимаете? То есть один человек украл очистные сооружения, и еще не факт, что его посадят, а другой там украл, условно говоря, бутылку водки, и его сажают. Я так абстрактно привожу пример. То есть равенство перед законом – это очень важный критерий для ощущения внутренней справедливости, например, в обществе. То есть если население думает о том, что там министру Беляеву ничего не будет, а там какому-нибудь абсолютному обычному рядовому гражданину на полную катушку внесут, если он вдруг что-то там себе позволил, вот это очень нехорошо для общества.